Не пройти, не проехать. Жители дома номер один, корпус два на улице Бирюзова уже привыкли к тому, что вместо дороги у них болото. В течение 36 лет здесь ни разу не меняли асфальт. Лужи во дворе не просыхают даже жарким летом, а во время дождя вода не просто доходит до подъездов, а заливает подвал. Жители боятся, что скоро от фундамента ничего не останется, ведь дом стоит не на сваях, а на обычной бетонной подушке. Обращались во всей станции, и к прокуратуру, и к Ковалеву, даже никаких вниманий не было. Писали на Путина, на сайт, ответа тоже нам не было. Отремонтировать дорогу обещают каждый год, однако денег на нее не хватает. В прошлом году ситуация, казалось бы, сдвинулась с мертвой точки. Новый асфальт положили справа, слева и за домом. Однако небольшой участок, длиной не больше 100 метров, так и остался изуродованным. Более того, теперь дом оказался ниже уровня соседних дорог, и во время дождя вода с них стекает прямо во двор. Вот вчера одна женщина здесь упала, скользко. Упала, в общем-то, она и в таком состоянии, больной человек, на группе. И упала, ее поднимали, можно сказать, пять человек. Врачи не могут выйти, потому что кругом одна вода. Они говорят, что в ваш дом хоть и не должны принимать вызовы, невозможно пройти не в туфлях, нужно в резину только в сапогах. Из-за отсутствия нормальной дороги людям приходится ходить под окнами и балконами. Весной делать это опасно для жизни, ведь на крышах образуются сосульки. Страдают от плохого асфальта и жители соседних домов. У нас остановка вот здесь, общественная. Здесь жильцы нашего дома, жильцы с этой стороны много. Учащихся в электронном колледже ходят сюда на остановку, и они прыгают, как козлики, и очищают свою подошву ног на скамейке, где остановки. Мы позвонили в ЖКО, чтобы откачали воду или хоть трактором загнали. Они нам сказали, принесите доски с помойки, настелите их и ходите. Несмотря на то, что отвечает за этот участок дороги дирекция по благоустройству города, решить проблему не удается уже несколько лет. Телекомпания «Город» направила им официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и назвать точные сроки ремонта дороги. Продолжение следует...